Наталья Полевна, Ирина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте. Меня хорошо слышно, да? Да-да. Да. Я сейчас загружу... Нет, сначала два слова скажу, вот о чем. Я, во-первых, вас поздравляю с тем, что вы прошли на второй заключительный этап Олимпиады по литературе. Олимпиада по литературе будет проходить на двух площадках в этом году. То есть первая она будет проходить очно, и в университете Олимпиада будет проводиться 20 марта, а на региональных площадках 17 по 20 марта. Сразу же скажу о времени написания вашей работы. На нее отводится 3 часа 55 минут. Если вы закончите раньше, то, конечно, можете сдать раньше. Вот, поэтому вот такие моменты, которые, я думаю, для вас, для всех будут интересны в организационном плане. Ну, а теперь давайте с вами посмотрим, какие были задания на Олимпиаде по литературе в прошлом году. И примерно вот посмотрим на структуру билета, структуру составления заданий, ответы и количество баллов, какие вы можете получить за вот те или иные ответы. Ну, давайте сначала я вам все расскажу. Мы с вами вместе, может быть, даже попытаемся ответить на эти вопросы, которые там вот будут представлены. А потом вы мне зададите вопросы, и я на них отвечу. Ну, давайте я загружаю сейчас. Вам хорошо видно, да? Да, хорошо. Да, все хорошо. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот в этом году мы решили, что мы для каждого, каждой подгруппы, то есть восьмой, девятый классы, десятый и одиннадцатый, подготовим по два варианта. Вот. Ну, разницы нет, два варианта или один, то есть это получается, что они не будут дублироваться. Вот. Для тех, кто будет работать с абитуриентами на выезде, будет один вариант. Для тех, кто будет вот сдаваться или участвовать в Олимпиаде в Томске, будет другой вариант. Ну, пока вот мы с вами рассмотрим три задания для учащихся. Вот начнем с учащихся восьмой, девятых классов. Ну, вот обратите внимание, задание первого уровня сложности. Всего у нас там три уровня сложности. Ну, это считается, что самое легкое задание. И вот обратите внимание на вопросы и на количество баллов. Давайте возьмем. В названиях каких произведений русской литературы встречается слово «цветы» или название конкретных цветов. Покажите произведение и имя автора. Но я думаю, что это не составит для вас особенного труда. Ну, давайте я просто вам перечислю. Пушкин, «Соловей и роза», «Шуковский», «Мотылёк и цветы», «Алексей Константинович Толстой», «Колокольчики мои», «Аксаков», «Сергей Тимовевич», «Аленький цветочек», «Всеволок Михайлович Гаршин», «Красный цветок», «Чехов», «Цветы запоздалые», «Леонид Андреев», «Цветы под ногой», «Божок в каменный цветок», «Андрей Платонович Платонов», «Неизвестный цветок», «Полстовский», «Заботливый цветок», «Пришлин», «Незаботки», «Катаев», «Светик». «Семецветик», «Всем вам известный», ну и «Александрова Ангилов», «Цветы и годы». Это вот примерно тот круг авторов, которые вот в названии своих произведений или в номинации своих произведений используют слово «цветы». Но обратите внимание, пусть это вас не пугает, что я так много перечислила имен, там стоит 4 балла, то есть вам достаточно назвать 4 автора, то есть название произведения и имя автора. Даже вот если вы назовете столько, сколько перечислила я, вы все равно получите за этот ответ 4 балла. Поэтому вот, ну там 4, 5, ну 6, я думаю, вам тут не надо, ну хотя бы 4 автора назовите и все, и максимум за это задание вы получите. То есть слишком на нем не сосредотачивайтесь, не вспоминайте там мучительно какие-то еще там названия произведений с образами цветов. Вам это не надо, 4 первого вспомнили, записали, все, максимум вы уже получили. Назовите известные вам имена русских писателей-декабристов. Вот обратите внимание, тоже 4 балла. То есть сколько бы вы ни назвали, но вот 4 будет достаточно. Ну это, конечно, Орлиев, Кюхребекер, Адуевский, Бестужев-Марлинский, Бестужев Николай Александрович, это два брата, вот просто у Александра Александровича был свой вот псевдоним Бестужев-Марлинский и Пущин Иван Иванович. Вот я вам назвала 6 имен, вам достаточно назвать 4, все, и можно не углубляться дальше. Так, ну давайте посмотрим. Третий задание. Какие пословицы и поговорки о труде вам известны? Запишите их. Здесь тоже достаточно 4 пословиц. Ну я вам перечислю. Ну очень известны, без труда они вынеши рыбку из пруда и дальше воли и труд дивные всходы дают, делу время по тихий час, землю красит солнце человека труд, какие труды, такие плоды, терпение и труд все перетрут, труд человека формы, олень портит. То есть вот тоже не надо вспоминать очень много, но пословица, если будет такое задание или там что-то еще, вот достаточно 4 имени, если там будет задание по какому-нибудь там автору и пословица, то только 4 и не больше. Все, достаточно. Можете, конечно, и больше, но если у вас останется время, то есть думайте о времени и думайте о том, что больше 4 баллов вы все равно за это задание не получите. Так, давайте теперь перейдем к заданиям второго уровня сложности. Ну вот оно начинается с того, что здесь идет проверка ваших знаний терминологии литературы ведения. Ну вот давайте посмотрим, что такое ремарка. Дайте определение, приведите примеры на материале одного-двух произведений. И здесь вот тоже не надо очень углубляться, не надо показывать, вот что вы так много знаете. Немножко будьте, как сказать, ну прагматичны вот в этом смысле. Если 4 балла стоит, значит, 4 актора назвали достаточно. Если есть, вот если 5 баллов и дайте определение, приведите примеры на материале одного-двух произведений, вот одного-двух больше не надо. Ну давайте посмотрим, что такое ремарка. Ну конечно, вы даете это в свободной форме, но примерно ответ должен быть такой. Ремарка – пояснение, которыми драматург предваряет или сопровождает от действия в пьесе. Ремарки встречаются в следующих произведениях. Там Фан Визин, комедия «Недорцы», Грибоедов, «Горе от ума», там Кушкин, «Маленький трагедия», драма Борис Годунов, «Лермонтов», драма «Маскарад», «Гоголь, комедия, «Ревизор», островский драма «Гроза», «Бесприданец», «Чехов», ну там «Вишневый сад» и вообще все драмы Чехова, «Горький драма на дне» и прочее, там «Алпилов», вот современной драматурги. Вот любой пример вы можете привести, но не надо слишком много. Вот задание 5. Кому из перечисленных писателей-поэтов принадлежат следующие произведения? Ну, это задание немножко будет изменено в этом году, вот там будут вам предложены другие варианты, но тоже фрагменты из текста, вы должны будете узнать, теперь уже не просто название текста, а фрагменты из текста, и вы должны будете указать авторам этого текста и название произведения. Ну, а здесь давайте посмотрим, такое задание у вас было на первом этапе, то есть мы решили немножко усложнить в этом году, здесь все очень просто. То есть Карамзин – письма русского путешественника, Пушкин – пиковая дама, Бунин – листопад, Горький – детство, Шушин – калина красная. Шестое. Назовите произведение Лермонтова по приведенным отрывкам. Ну, здесь нет ничего такого сложного, потому что отрывки здесь переведены, и здесь дается с левой стороны отрывок, с правой – вот стихи, из которых нужно выбрать соответствие вот этим самым отрывкам. Ну, вот в этом году тоже задание будет немножко более сложное, но пока вот, ну, примерно такого же типа, но только чуть-чуть из Лермонтова, вы поймете потом как, я пока говорить не буду. Ну, давайте посмотрим. Завет предвечного храня, Мне тварь похорна там земная, Звезды слушают меня, Лучами радостно играет. Ну, конечно, это стихотворение пророка. Дальше. «Тогда смиряются души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в написании я вижу Бог». Ну, конечно, когда волнуется желтеющее небо. «С души, как бремя, скатится, Сомнения далеко, И верится, и плачется, И так легко, легко». Так, ну, это, конечно, молитва. Четвертое. «И там на подушке из ярких песков, Под тенью густых тростников, Спетвитесь добычу ревнивой волны, Спетвитесь чужой стороной». Ну, конечно, русалка. Дальше. «Я родилась у Казбейка, Скормлен грудью облаков, С чуждой властью человека, Вечно спорить я готова». Родилка. Так. Ну, просто я вам как бы вот Задание прошлого года показываю, Но хотела бы сказать о том, Что это задание будет усложнено. Вот. Чуть-чуть. Ну, все равно оно как бы не выходит За вот второй уровень сложности. Ну, здесь вот дальше задание седьмое. Назовите вашу любимую картину или иллюстрацию художественного произведения, Характеризуйте ее в пяти предложениях. Задание будет в этом году несколько другое, Но вот то, что нужно ответить на него в пяти предложениях, Это очень важно. То есть важно, как вы можете свою мысль выражать концентрирование. То есть если вы напишите там вместо пяти десять предложений, Никто, конечно, вас не будет вам за это снижать, Но просто в целях экономии времени и в целях вот такого, Ну, как бы продуктивного, что ли, мышления, Вот. Старайтесь все-таки придерживаться вот этой рекомендации, Ну, пирать, ну, может быть, семь. Ну, по крайней мере, не меньше пяти, больше можно. И в любом случае, как бы, какой бы у вас ответ там ни был, Если вот он достаточно полный, то есть там пять предложений больше, То вы за него получите шесть баллов. Больше все равно не будет. Вот. То есть сразу же посмотрите, то есть будет вот такое творческое задание. Ну, другого, конечно, плана, не как здесь, Но мы с вами уже, по-моему, готовы к каким-то более сложным таким уже ответам Вот на такие вопросы, как задание номер семь. Ну, давайте посмотрим задание третьего уровня сложности. Вот это задание сохраняется. Оно будет, и тут вы, конечно, вот, Как-то должны ориентироваться и в биографии писателей, И в художественных текстах. Ну, давайте посмотрим. По словам автора, Своим успехом его комедия обязана бесконечным, Нравоучительным разговорам стародума с добродетельными персонажами, А неуморительно смешным разглагольствованием скотинина и метрофанна. Ну, конечно, это не эдрозы фан-визин. То есть речь идет о фан-визине. Дальше. Лет и осень 1846 года он провел с Паском в охотничьих скитаниях по лесам и болотам, Родная природа, глухие деревеньки, усадьба степных помещиков, Близкая душенародная речь, Хорошо знакомые крестьянские помещичи были. Ну, конечно, подсказка какая. Если в первом случае подсказка это стародум, Скотинин и метрофан, то есть персонажи, комедии, медрозли, То здесь Паска это другие, конечно. В 1825 году он проявил себя как драматург. Вышли его пьесы Дмитра Рубины и Зойкина квартира. Первая из них имела особый успех. Сталин лично был ее поклонником. Ну, конечно, Михаил Афанасович Бугак. То есть опять вот эта подсказка Дмитра Рубины и Зойкина квартира. С отчаянием спрашивая себя, взяв в руки первый том Тихого Дона, Разве нужно прочесть эти более чем 400 страниц? Но позже, вчитавшись в роман, забываешь то, о чем спрашиваешь. Когда его прочтешь до конца, не вздыхаешь от облегчения, Что он окончен, а грусти, что он так мало. Конечно, шелк. Вот. Ну, вот это. То есть ищите вот в этих заданиях, Которые вот относятся к этому пункту восьмого, Вот эти подсказки. Потому что для вас я специально оставляю какие-то подсказки, Чтобы вы могли по этим подсказкам Вот сориентироваться вот в имени писателя И правильно его указать. Ну, давайте посмотрим. Вот это задание, девятое, тоже сохранится. То есть там уже будут вот произведения, Но произведения будут другие, естественно. И вы посмотрите. Это задание, конечно, связано с тем, Что вы должны знать художественный текст. То есть сюжет. Потому что здесь все построено на последовательности. Вот чередование этих самых фрагментов. Ну, давайте посмотрим. Тут я уже вам засчитывать не буду. Вы посмотрите сами. Вот. Роман Пушкина «Капитанская дочка». И вот прочитайте, пожалуйста, вот эти отрывки. И здесь нужно вам выстроить, Вот обратите внимание, В какой последовательности они следуют друг за другом. И ответ должен быть записан вот в такой формуле. Ну, здесь В – это первое. Дальше А – это второй отрывок по сюжету. А В – это третий. Значит, вы должны записать В-АВ. В-А-В. Правильная последовательность этих отрывков. Дальше посмотрите следующий. Автор и произведения. То есть Константин Георгиевич Коустовский. Знаменитый его рассказ и драма. Ну, посмотрите, пожалуйста, сами. И я вам скажу, какая здесь должна быть последовательность. Последовательность здесь такая. А-В-П. Ну, вот давайте посмотрим еще задание десятое. Вот за него дается десять баллов. А, ну, кстати, вот за те задания, вот, извините, забыла сказать. Вот давайте вернемся к восьмому. То есть вот четыре задания. За каждое задание вы получаете по два балла. Итого восемь. Здесь у нас три текста. За каждый правильный ответ вы получаете три балла. Итого девять. А вот задание десятое. Это уже творческое задание. Ну, здесь вот тоже писать много не надо. Но если вдруг вам как-то будет писаться, пишите, как вы хотите, конечно. Вот. Но ответ, ну, насколько вы понимаете этот текст, ответ должен быть достаточно полный. То есть здесь понимание текста и его интерпретация. Ну, давайте посмотрим. Ну, вот прочтите этот текст, пожалуйста. А я потом примерно скажу, о чем здесь можно было бы написать. И как можно было бы написать. Ну, я постаралась вот вам привести здесь образец такой, ну, нужно сказать, в полной мере соответствующий тому, о чем говорится в этом фрагменте. Ну, и здесь, ну, не более пяти предложений я использовала. Но их, конечно, можно там и из пяти сделать семь, десять. Ну, давайте посмотрим. Примерно как нужно ответить. В тексте известного литературы Вита, лингвиста, вот Овсяника Куликовского, речь идет об изображении маленького человека в русской литературе, Акакий Акакевича Башмачкина, герой о повести Бога и Шинель. Внимание к судьбе униженных оскорблений составляет важнейшую национальную особенность русской литературы. Ведущий пафос творчества Гоголя, по мнению Овсяника Куликовского, видится в глубоком сострадании и жалости автора Георгии. Исследователь обращает внимание на сочетание смеха и задаемой скорби, как отличительной черте таланта Гоголя. Я согласна с автором данного отрывка, который акцентирует внимание на гуманистическом изображении человека в русской литературе. Там свое согласие или не согласие, вы можете даже не писать, там я согласен или не согласен. Главное, как вы интерпретируете вот этот текст. Даже если вы там не выразите свое согласие или не согласен, это для меня не так важно. Важно, чтобы вы поняли, о чем идет речь и пытались вот как-то проанализировать, то есть вот дать такую интерпретацию. Ну, здесь ничего сложного дальше нет. Это вот, значит, 10 баллов мы получаем с вами за максимальное задание. Десятое, одиннадцатое сочинение. Так, за сочинение 40 баллов максимум. Для понимания текста, для облегчения понимания текста предлагаются пять вопросов, но это не значит, что вы должны как бы отвечать на каждый из этих вопросов. Потому что вот на первом этапе, ну, буквально сочинение писалось так. Первое ставилось, некоторые писали точкой и отвечали на этот вопрос. Нет, вы должны создать связанные тексты, эти вопросы только в той мере, в какой они вам нужны, вы их используете. Если они вам не помогают в написании сочинения или помогают только частично, вы вот какие нужны вам вопросы, вы к ним обращаетесь. Либо вы обращаетесь ко всем, как-то вот пытаетесь выстроить текст, опираясь на них. Либо только к каким-то из этих вопросов, там, к двум-трём. Либо вообще сами себе создаете какой-то там, ну, я не знаю, контекст этого фрагмента текста, который вам предлагается. И вот сами уже пишите сочинение. Ну, вот, ну, сколько? Ну, я думаю, 150-200 слов, этого будет достаточно для написания сочинения на хорошую оценку. Ну, давайте теперь посмотрим, что... Так, 8-9 класс, это я выбираю. А, у нас было, значит, два варианта. Хорошо, давайте я это уберу. Так, давайте мы возьмем 10 класс, первый вариант. Вот, ну, давайте посмотрим. Итак, ну, теперь вы уже знаете, что примерно типология заданий одна и та же. Вот, давайте посмотрим, в каких произведениях русской литературы присутствует слово-письмо. Укажите произведение и имя автора. Я перечисляю. Момоносов, письмо о пользе стекла. Карамзин, письма русского путешественника. Пушкин, сожженное письмо, роман в письмах. Гоголь, выбранные места из переписки с друзьями. Обратите внимание, что здесь речь идет не о том, кто там из героев, кому пишет письма, а именно слово-письмо, которое присутствует в названии произведения. Дальше. Герцин, письма из Франции, Тали, Чех, письмо ученому соседу Маяковский, письмо Татьяне Яковлевне, Есения, письмо матери, письмо от матери, письмо к женщине, Лихачев, письма доброго, прекрасного и так далее. Вот, четыре балла. Вот, даже вот обратите внимание, даже если может будет так, что если четыре балла, то вы даже можете назвать, вот, смотрите, вот у нас у Пушкина тут было два произведения, сожженное письмо и роман в письмах. Вот они будут зачитываться как два ответа правильных. То есть, может быть, один автор, но вот у одного автора есть там вот сколько-то произведений, в которых встречается вот это слово-письмо. Ну, у Пушкина гораздо больше, конечно. Ну, вот сожженное письмо и роман в письмах. Вот два текста, которые, если вы уже назовете одного автора, уже два балла вы получите. Итак, вот четыре балла – это максимум. Дальше. Назовите имена известных вам русских литературных критиков XIX-XX веков. Ну, это вы прекрасно знаете без меня. То есть Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернишевский, Григорий Пополон, Страхов, Соловьев, Рознов, Аминский, Иванов – это современный автор, критик, Марк Липовецкий, Дмитрий Быков – это все вот как бы современные критики и критики XIX века. Назовите так, тоже четыре балла. Назовите известное вам произведение, которое входит в сборник рассказов Тургенева «Записки охотника». Ну, здесь тоже не более четырех. Ну, если там пять, назовите хорошо, но все равно получите только четыре балла. Ну, я вам перечислю «Коре Калиноч», «Малиновая вода», «Беженый лун», «Гасьян с красивой мечи», «Бирюк» или «Мечи», правильные, наверное, даже. «Гасьян с красивой мечи», «Бирюк», «Певцы», «Свидания», «Гамли Чедровского уезда», «Живые ночи», «Лес и степь», ну и так далее. Второе задание. Что понимается под жанром хождения в древнерусской литературе? Дайте определение, приведите примеры в материале одного-двух произведений. Ну, определение. Хождение в древнерусской литературе – это описание путешествий. Ну, это такое, как бы, несколько, такое широкое определение. Вообще, хождение в древнерусской литературе – это описание путешествий паломнических. Паломнических, то есть путешествия в Иерусалим, в Царь-Бират, в Константинополь и на Афон. Вот, поэтому здесь, конечно, мы называем два хождения. То есть широко, если мы даем широкое определение, то здесь два текста. Хождение икония Даниилова «Святую землю», хождение за Тремовью Афанасии Никитиной. Ну, если бы уже понимать широко, не только в древнерусской литературе, но и современные записки паломников, которые посещают Иерусалим, это тоже можно отнести к жанру хождения. Только это уже не будет древнерусская литература, а просто вот жанр хождения в современной литературе. Ну, как такового хождения уже нет. В современной литературе просто есть элементы этого жанра хождения. Вот, но здесь от вас не требуется ничего сложного. Только вот главное, что вы, то есть в прошлом году, от литеревента должны были сориентироваться на древнерусскую литературу и вот привести пример на материале одного дроп-произведения. Давайте посмотрим задание пятое. Ну, задание пятое. Здесь тоже нет ничего сложного. Такое задание у вас было, но теперь в этом году уже оно немножко меняется. Вот. Я уже говорила, что будут отрывки. Уже не просто имя автора и текст, а вот будет отрывок, и сами вы должны будете назвать имя автора, и имя, и название произведения. Ну, здесь вот поэтому задание. Давайте посмотрим. Ну, Герцин, конечно, былое дуумы, Гончаров обыкновенная история, Чехов три сестры, Остафьев последний поклон, или Чеховский Матисса, или Чеховский Матисса. В Чеховском Сурееве написано. Так. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь очень интересно, кому из героев драмы Островского гроза принадлежат следующие высказывания. Ну, вот это интересно. Посмотреть вот такое задание, да? Ну, давайте вот прочитайте, посмотрите, и я вам скажу. Ну, первое, это, конечно, Борис. Дальше. Второе, Б, это Кулигин. Дальше, В, это Марка Игнатьевна Кабанова. Д, Катерина. То есть, Г, Катерина. И Д, это Дикой. То есть, вот здесь, я думаю, что здесь проверяется ваше знание текста драматургического и вот соответствие вот этих вот высказываний персонажам этих пьес. Ну, посмотрим задание седьмое. Назовите ваш любимый электронный журнал, посвященный художественной литературе. Расскажите о нем пяти предложениях. Ну, здесь не обязательно, ну, можно назвать два-три журнала и рассказать вот только об одном из них. Ну, посмотрите сами. То есть, как вам удобно было бы ответить вот на такие вопросы, но максимум пять-десять предложений уже больше не расписывать, потому что, ну, есть такой момент, что люди как-то увлекаются, начинают рассказывать, вот как они там любят читать и сколько раз там они неделю обращаются там к этим журналам или там к каким-то сайтам, посвященным поэзии и прозе. Здесь как бы от вас требуется вот все-таки перечислить или хотя бы один назвать там электронный журнал в данном случае и вот как-то охарактеризовать его, кто там печатается, какие есть рубрики в этом журнале, ваши любимые там авторы и сами печатаетесь вы в этом журнале или нет, или только вы подписаны, вы только читатель. Ну, я просто вам как бы вот такой ответ предлагаю, но вы уже смотрите сами, но главное, что не увлекаетесь. То есть не надо там полстраницы писать, как вот вы любите читать там электронный журнал, или там были задания еще вот представьте, что вы там формируете или как бы редактор школьной литературной газеты или там просто какой-то газеты, вот, и чтобы вы там писали, и люди начинают писать прям чуть ли не там, я не знаю, на целую страницу, этого не надо. Вот, то есть постарайтесь вот сосредоточиться на главном. Ну, давайте перейдем к заданию третьему. Задание третье, еще раз повторю, что каждое задание оценивается в 2 балла в сумме 8. Вот это задание такое точно будет, вот, такого типа, вот, в ваших заданиях по Олимпиаде, вот, на заключительном этапе. Рядом с Пушкиным стоит другой поэт, его младшее современие. Как и большинство дворян, он с юных лет служил гвардии, то стихотворение, написанное им на смерть Пушкина, повлекло за собой ссылку на Кавказ. Ну, это, конечно, не левит. Вот, ну, здесь какие ключевые слова. Вот стихотворение на смерть Пушкина и ссылка на Кавказ. Ну, и служил гвардии. При жизни его говорили, какое счастье жить в одно время с ним. А когда остановилось плохо на душе и в жизни, и люди казались зверями, мы утешали себя мыслью, что там, в ясной поляне, живет он. И снова хотел решить. Ну, здесь ключевое слово, ясная поляна, подсказка. Это, конечно, Лев Николаевич Толстой. Голос, запевавшего ее стихах, выдают свою женскую душу. Здесь все женское. Зоркость глаза, любовная память о милых вещах, грация, тонкая и чуть капризная память о царском селе. Это грация, это не столько манерность, сколько видимость манерности. Кажется, нужно, чтобы закрыть Иоанну, потому что подлинный лирик всегда ранен, а она подлинный лирик. Ну, речь идет о женщине. И, конечно, подсказка здесь царское село, это Анна Ахматова, которая вот училась в царском селе. Пройдут годы, все так же будут шуметь березы, все так же будет катить вода котуни, все так же будут стоять сростки. Но я уверена, что слава этого человека будет расти. Но здесь подсказка – это котуни и сростки. Конечно, Василий Макарычушин. Так, ну, давайте теперь перейдем к заданию девятому. Посмотрите сами. И последовательность здесь будет такая. Б, А, В. Так, давайте посмотрим следующий текст. Бунин. Рассказ Лапти. Здесь правильная сюжетная последовательность такая. А, В, Б. И вот рассказ Распутина Наташа. Он есть в школьной программе. Я не знаю, там изучают его сейчас. Вот все ли изучают или не все. Но тексты вот все-таки старались. Мы старались брать из школьной программы. Вот рассказ Вентин Григорьевич Распутина Наташа. Это последовательность такая. В, А, В. Правильно. Итак, ну и вот фрагмент из статьи поэзии Тютчева, известного философа, литературного критика Владимира Славьева. Выразите свое согласие или несогласие с автором в 50 предложениях. Но здесь я уже не буду вам зачитывать образец, какой бы мне хотелось вам дать. Это уже не важно. Важно то, что я вот тут пишу, выразить свое согласие или несогласие. Вот. Ну, главное все-таки не это. Потому что люди начинают, я не согласен, то есть чисто по-детски. И начинают вот несогласен в том-то, в том-то, в том-то. Это немножко, как сказать, как-то... Тут дело даже не в этом. Ты согласен или не согласен, дело в том, как ты это понял. Вот. Поэтому, если вы там не будете указывать, я согласен или несогласен, это ни о чем не говорит, за это вам в никакой мере не будет снижена оценка. Главное, вот, понять текст литературоведческий, выделить какие-то принципиальные для меня моменты, для вас и для меня моменты, и эти моменты как-то прокомментировать. Ну, в данном случае речь идет о поэзии тючей. То есть не выделяйте, вот здесь задание глава, не согласен или не согласен. Согласен или не согласен. Это совершенно не важно. А важно мое понимание, моя интерпретация, главные какие-то ключевые моменты, которые вот есть в этом небольшом отрывке, относящих поэзии тючей, и как вы их понимаете. То есть максимум 10 баллов. Конечно, здесь тоже будет оцениваться ваша грамотность, вот, но тоже слишком, ну, максимум, ну, 10, ну, там, 15-12 предложений. Больше не надо. Но даже если у вас на пешке в 5 предложениях, то это тоже будет неплохо, хорошо. Ну, и здесь вот дальше уже в качестве сочинения текст из вот Дмитрия Сергеевича Ихачева, по-моему, письмам доброго, прекрасного, или просто книга называется «Земля родная». Так, вот. Тоже вопросы к тексту. Ну, еще раз говорю, что вопросы только вам помогают как-то понять этот текст. Вот, потому что там есть, может быть, какие-то моменты, которые для вас вот не совсем понятны, вопросы вот наводят вас на понимание этого текста. Но я сразу же хочу сказать, что нет правильного или неправильного понимания текста. Есть правильное или неправильное, ну, как бы, ощущение проблем, которые в этом тексте поставлены. Есть проблемы главные, есть второстепенные. Вот насколько вы можете это все увидеть, прокомментировать, вот это будет важно. Если эти вопросы вам не нужны, и вы как-то по-другому можете этот текст структурировать, пожалуйста, опирайтесь на свои какие-то вопросы. Ну, записывать их не надо, а просто вы пишите сочинение уже с опорой на свою внутреннюю логику. Можно сказать так. Ну, и давайте теперь уже мы перейдем. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Задание для учащихся 11 классов. Вот это первый ряд. Вот, посмотрите. Название каких произведений русской литературы, потому что, понимаете, речь, вот, обратите внимание сразу же, вот, что речь у нас в основном о русской литературе. И, потому что все-таки у нас, ну, как бы, курс русской литературы, ну, вот, зарубежно там тоже включается, вот, в школьную программу. Но там, где нужно, вы можете использовать, конечно, зарубежные тексты. Но вот эти все вопросы предполагают, конечно, ответы с опорой на произведения русских авторов. Вот, смотрите. Название каких произведений русской литературы присутствует слово русский. Укажите произведение и имя автора. Ну, вы смотрите. Ярослав Мудрый, русская правда. Некрасов, русские женщины. Тургенев, русский язык. Бумин, русская весна. Толстой Алексей Николаевич, русский характер. Симонов, Константин Михайлович, русские люди. Леонов, русский лес. Евтушенко, хотят ли русские войны. Инна Гофф, русское поле. Вот, ну, я перечислена те тексты, вот, которые, может быть, у нас на слуху. Ну, но если бы укажете другие, указали бы другие тексты, пожалуйста, любые другие. Вот. Ну, тоже 4 балла максимума за это получите. Вы получите. Но еще раз у меня к вам просьба. Пожалуйста, не увлекайтесь. Судорожно не вспоминайте там 15, 10, 20 авторов. В произведениях, в которых встречается, вот, слово, допустим, русский. Вот 4 вспомнили, и хорошо. Это уже прекрасно. Назовите известные вам журналы эпохи Серебряного века о русской литературе. Ну, здесь, конечно, какие журналы? «Северный вестник», «Аполлон», «Мир искусства», «Весы», «Золотой рунок», «Новый путь», «Вопросы жизни», «Любовь к трем апельсинам», «Первый журнал русских футуристов» и так далее. Тоже только 4 журнала. Вот я прошу здесь вас назвать. Зовите известные вам сборники стихов Марины Ивановны Цветаевой. Ну, здесь больше, гораздо, чем 4 сборника стихов Марины Ивановны Цветаевой, но вам достаточно назвать 4. Любые. «Печерний альбом», «Волшебный фонарь», «Струпник», «Верст», «Ребединый стан», «Развук», «Ремесло», «После России» и другие. Так, хорошо. Задание второго уровня сложности. Что такое гипертекст? Дайте определение, приведите примеры на материале одного произведения. Ну, гипертекст, текст построенный по принципу энциклопедического словаря. Самое простое определение. И дальше. Или система текста, соединенных перекрестными ссылками. То есть, когда от одного текста ссылка, или там фрагменты текста ведет ссылка к другому тексту. Ну, самый классический сюжет здесь, это, конечно, Милорат Павлович. То есть, сербский писатель. Вот здесь у нас, конечно, как бы зарубежный автор здесь, примером. Хазарский словарь. Ну, Дмитрий Голковский, «Бесконечный тупик», «Ахунин Крест». Так, ну, хорошо. Кому из перечисленных писателей и поэтов принадлежат следующие произведения? Ну, Леонид Андреев, понятно, что Иуда из Гориоид. Борький, «Жизнь Клима Сангина». Михаил Шишкин, «Венерин волос», «Водолазкин». «Лавр», «Владимир Маканин», «Асангин». Так, назовите произведение Блока по приведенным отрывкам. Ну, и тут вот показан пример, как отвечать. Вот, допустим, А, Г, да, или там Б, Д, да. То есть, вот, ну, давайте посмотрим. Ну, первое стихотворение. Ну, это, конечно, «Девушка пела в церковном пути». Дальше. «Последний раз опомни старый мир» – это Скифы. Так, дальше «В» – это «Река раскинулась, течет, грустит немниво на поле Куликова». «Г» – «Когда вы стоите на моем пути». И, наконец, вот последний «Д» – это «Пушкинский дом». Так, ну, вот, ну, нечто похожее будет у вас в заданиях, но только уже, конечно, другие авторы и другие фрагменты. Задание седьмое. Назовите известные вам сайты современных русских палетов и или драматургов. Расскажите о них в пяти предложениях. Вот здесь обратите внимание на то, что правильно нужно читать задания. То есть либо поэтов и драматургов, либо или поэт, или драматургов. И вот, пожалуйста, расскажите о них в пяти, может, семи-десяти предложениях, не больше. То есть здесь практически засчитывается любой ответ, если он написан грамотно. И, скажем, и там уже есть пять предложений, и достаточно, как бы, вот, аргументировано. Вы даете рассказ о сайтах, о структуре этого сайта, о каких-то там произведениях, которые вы читаете на этих сайтах, какие вам нравятся. Так, ну, давайте посмотрим задание третьего уровня сложности для одиннадцатого класса. Ну, видите, оно повторяется вот в восьмых девятых классов задания, пятьдесятых классов и вот это. То есть опять, укажите имя писателя Павленда по историко-пиографическим свете. Ну, давайте посмотрим. У него нет ни одной пьесы, где бы не был затронут тот или другой чисто человеческий интерес, чувство, жизненные правды. Рядом с самодурством сквозит человечество. Ну, здесь два ключевых слова – пьеса и самодурство. Ну, то есть, конечно, это Астрогский. В течение двух с половиной лет он был в богосветном путешествии, где написал цикл бочевых почерков «Ребят Павленда». Ну, это, конечно, Павленда, вот. То есть путешествие и название произведения Ивана Александровича Павленда. В 1916 году он был командирован в Англию для участия в строительстве российских предоколов на верфях Тану Касла, Глазгой и Сандарей. Побывал в Лондоне. Он был одним из главных проектировщиков предокола Святой Александр Невский после Октябрьской революции, названного Лениным. Но близкие впечатления любили основу как многочисленных очерков, так и повестей «Островитяне и ловец-человек». То есть здесь идет речь об Евгении Ивановиче Заметине и, ну, тут ключевые слова, вот эти «Островитяне и ловец-человеков» и, кто знает биографию, его жизнь в Англии. Он дал этой власти дар речи. Не старая улица, а новая власть, так бы и корчилась без языка, не будь у нее этого поэта. То есть вот здесь подсказка «Улица без языка» – это, конечно, цитата из Маяковского и речи это Маяковского. Так, ну, хорошо. Давайте теперь посмотрим вот эти тексты сами. Прочитайте, пожалуйста, вовремя. Правильная последовательность такая. В, В, А. Куприн, вкус сирени. Последовательность правильная такая. А, В, В. Ну, и знаменитый рассказ «Аристократка Зощенко». Здесь последовательность такая. В, В, А. Правильно. Так, ну, давайте посмотрим задание 10. Здесь речь идет о статье Водмана, о поэзии Иосифа Александровича Протского. И вот, пожалуйста, то есть с 10-5 предложений выразите, ну, как бы, можно сказать, прокомментируйте эту статью. Как вы понимаете эту статью? Что, ну, тут как бы очень важно понимать, что вы комментируете даже не поэзию Протского, а взгляд Лотному на эту поэзию. Как он понимает особенности лирики Протского? Вы можете с ним, как бы, его дополнять, можете с ним соглашаться или не соглашаться, но вот здесь главное вот не, даже не Протский, а именно вот точка зрения Лотмана на поэзию Протского. Точно так же, как и там Овсяняка Куликовский и там, или Владимир Соловик, допустим, о поэзии Чучева. То есть вот очень важно понять, что тут вот вы не о Чучеве пишете, не о Бродскому, а пишете вот о взгляде. То есть как бы дается такая двойная интерпретация, вот в чем особенность. То есть интерпретация Лотманом поэзии Протского и ваша интерпретация уже статьи Лотмана. То есть Лотман пишет о Бродском, а вы интерпретируете статью Лотмана о Бродском. То есть вот такая двойная интерпретация, вот собственно вот здесь, и как бы заключается вот особенность этого задания, что вы должны вот это все правильно понять. То есть вы интерпретируете не текст автора, хотя в смысле Тютчева, допустим, или Бродского, а вы интерпретируете статью Бродского, статью Лотмана о Тютче. Вот. Ну хотя ваше знание вот в прошлом году было прекрасно, совершенно вот интерпретация одного абитуриента, я очень хорошо его запомнила, из какого-то небольшого города и под Новгородом, ну это изумительное. То есть и свое знание поэзии, цитаты из Бродского прекрасно были приведены, ну это было одно из лучших, по-моему, ответов, один из лучших ответов на эту тему, ну и вообще, по-моему, победитель даже у нас был вот один мальчик. Ну вот оттуда. Ну и здесь уже текст не совсем такой классический, десятый, это Ольга Погодина-Кузьмина, писатель, речь идет о книге и о чтении. И тоже вот вопросы к этому заданию. Вот. Опять же еще раз повторю, что вопросы совершенно не должны вас как-то смущать, если они вам помогают, хорошо, вы их используете, если нет, вообще можете забыть о них, и только не отвечайте так, вот как было на первом этапе. Первый вопрос тот, то есть у нас все-таки не тезисное такое мышление, а целостное, и я жду от вас целостного текста. Так, ну вот все, что я сказала, вам, вернее, хотела сказать, все, что могла, пояснила. Разобрали мы с вами три задания. Вот. Теперь я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Я могу даже, наверное, закрыть. Вот. Сейчас. Даже не знаю, как не закрыть. Сейчас. Все. Ну вот, да, чтобы это вас не смущало, все, я готова ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. У меня есть вопрос. Так, хорошо. Так, давайте. Так, чуть погромче только. Здравствуйте. Меня зовут Ксюша Куприенова. Я из лицея Николая Генриховича Булакина. Для начала я бы хотела задать чисто организационный вопрос, потому как вначале было сказано в комментариях, на сайте указаны немного спутанные данные проведения самой Олимпиады. Не могли бы вы уточнить? Я учусь в лицее в Абакане. И когда конкретно у меня будет Олимпиада? Так, посмотрите. Я сегодня получила информацию такую, что Олимпиада будет, то есть все сроки Олимпиады будут вывешены на сайте 5 марта. То есть, что бы я вам ни сказала, в любом случае, все там, ну, мало ли что там будет, какие-то уточнения, уточнения. То есть на сайте вся информация будет 5 марта. Но какой информации платию я сейчас, что вот если вы в Абакане, то в период с 17 по 20 марта у вас должно вот... Ну, должно быть... Это Олимпиада, да, Ксюша. Поэтому вот... Я поняла, спасибо. Да, вот и для всех остальных, пожалуйста, то есть заходите на сайты, все там уточняете, время, место. То есть вот здесь сайт, это у вас как бы первая площадка, с которой вы начинаете вот это восхождение. Так, дальше. Еще вопросы, я слушаю. Ирина Анатольевна. Здравствуйте, да-да. Тут вопрос в чате прозвучал от Анастасии Мордовиной. Она пишет, прошу прощения, я хоть из 10 класса, но заметила, что задание про Тихий Дон не слишком ли сложное для 8-го, 9-го класса? Про Тихий Дон? Ну, а что там? Какое там было задание? Там просто нужно было назвать. Ну, давайте посмотрим. Какой класс? Она из 10-го и спрашивает, не слишком ли слово с заданием для 8-го, 9-го класса. По Тихому Дону? Да, верно. Ну, а там что? Там нужно было только указать Шолохова, то есть имя автора, что это Шолохов по 10-му классу. Сейчас посмотрите. Так, посмотрю. Бермантов, Шукшин. Так, 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 так. Так, сейчас посмотрю. Нет, там, наверное, не о 10-м классе шла речь. Ну, в общем, как-то я... Еще раз, скажите, ну, пусть там Ксения мне напишет или что, или как бы. Ну, смотрите, а что там по Тихому Дону? Там просто указывал стихий Дон, нужно было назвать имя автора, так я понимаю, или что имело в виду? То есть здесь, мне кажется, как раз хорошая подсказка. Там Тихий Дон, или там, ну что, или там Коня-то Целина, или Судьба человека, или там что-то еще. Это как раз указывает на то, что перед нами вот Шукшин. Или это... Подожди, сейчас посмотрю. Так, так, так. А, Шолохов, 8-й класс. То есть 8-й, 9-й класс. Шолохов, нет. Ну, фильм Шолохов, Коня-то Целина, во-первых. Да, то есть, ну, советская экранизация. Там, вот, американская экранизация. Ну, и потом вообще у нас на слуху этот текст. Нет. Знаете, уже, если мы приходим ко второму этапу, мы все-таки должны как-то, ну, ориентироваться вот в русской литературе. Понятно, что это 20-й век, но тем не менее. Анастасия, надеюсь, на ваш вопрос был. Да, то есть, ну, просто, ну, здесь только надо знать, кому принадлежат эти тексты. Ну, а Тихий Дон, я даже не указываю вам поднятую целину, или там, донские рассказы, которые изучаются в 11-м классе. Это более сложный, скажем, вариант. Вот. А Тихий Дон, это сразу же подсказка о том, что здесь речь идёт о шоуах. Слушаю. Снова у Ксении Куприановой вопрос, то есть у меня. Скажите, а в первых двух заданиях, я имею в виду самых первых, где нужно писать, какое слово, ой, а, ну, всё правильно, какое слово встречается в произведениях, или укажите тех или иных писателей. Скажите, а если указать менее четырёх, допустим, два? Менее четырёх, ну, значит, ребята, вот я поясняю сразу, потому что этот вопрос возникнет. За каждый правильный ответ вы получаете один балл. Вот вы написали пять авторов, из них, допустим, два правильно указали, а три неправильно, то есть вы получите только два балла. Вот. То есть максимум четыре балла, это если вы ответили правильно. А если вы назвали там, ну, допустим, а если вы назвали даже не четыре, а три, то вы получите только три балла. То есть вот здесь, баллы будут учитываться вот в таком соотношении. Правильный ответ – один балл. Четыре правильных ответа – четыре балла. Если там ответ, допустим, четыре и один неправильный, то получаете три балла. Вот так. Ясно. Спасибо. Понятно, да? Ну, хорошо. Вообще, это правильно, что вы подсказали мне, потому что вот я это не объяснила, на самом деле это вот так. Так, еще слушаю. Здравствуйте. Еще вопрос по первым двум заданиям. Вот, к примеру, задание про произведение, где есть письмо. Можно ли указывать какую-либо часть произведения? То есть, допустим, Пушкин, письмо Татьяны Конегину. И в кавычках. Тут вы неправильно. Даже Евгений Татьяна. Нет, нет, нет. Вот вы поняли неправильно. Там, вот в прошлом году, между прочим, многие так и отвечали. Нет. Но это же часть произведения этого? Нет, не часть произведения. Это часть произведения, но это неправильный ответ. Назовите произведения, в названии которых содержится слово письмо. Письмо русского путешественника, письмо к ученому соседу, письмо из Франции и Италии. Вот это название произведения, а не письмо как часть этого текста. Там об этом даже речи не шла. Название произведения или, скажем так, номинация правильного произведения, в основе которого лежит слово письмо. Вот это будет правильно. А если вы назовете письмо Татьяны Конегину, это не будет засчитываться как правильный ответ и не засчитывалось в прошлом году. Хорошо, понятно. То есть, читайте правильно задание. То есть, речь идет все-таки о названиях самих произведений. Здесь очень важно, чтобы вы себе представляли правильно название вот этих вот текстов, которые содержатся вот там те или иные какие-то особенности русские, или там цветок, или там письмо. Так, еще раз слушаю следующий. Спасибо, что вы не знали вопрос, потому что на самом деле вот в прошлом году, да, были вот такие случаи, когда люди не понимали и писали, что вот в этом произведении есть письмо, или вот там пишет, допустим, Печорин, Вере, Вера Печорина. Печорин, это неправильно. Так, хорошо, слушаю. Дальше. Вы говорили, будет немного усложнено пятое задание, а как конкретно усложнено вы не сказали, да? Я вам могу просто сказать о том, что оно будет составлено таким образом, что будут даны пять фрагментов, четыре или пять, пять. Пять фрагментов из каких-то текстов, и причем не будет указано ни имя автора, ни название произведения. Но фрагменты будут подобраны так, что вы, они вам, ну, должны быть известны, по крайней мере, в школьной программе эти тексты изучаются. Вот, и тут вот будет усложнено в таком плане, что вы должны будете имя автора и название произведения. Откуда этот отрывок? Все, вот в каком плане это будет. Потому что это, я почувствовала, что надо немножко задание усложнуть, потому что это просто. Ну, кто там написал лавр. И перечислить, конечно, кто читал, тот понимает, что это водолазки. Но здесь будет совсем другой фрагмент, и вы сами определяете название и имя автора. То есть уже подсказок таких не будет. Так, еще какие вопросы вы хотели посадить? Ну, вот еще вопрос. Не вспомню уже, какое задание. Там было задание про то, что нужно указать электронный журнал про художественную литературу. Какого типа еще вот задания будет? Да, задание будет такого типа. То есть мы должны с вами как бы вот привлечь сюда вот эти социальные сети, интернет. То есть вот как бы еще контакт вот с этой сферой культуры, которая представлена в интернете. Ну, вот я и хотела поинтересоваться, какие примерно там должны быть указаны ресурсы. То есть интернет-журнал там было, там было про сайт с поэтами или драматургами. Вот какие еще могут быть примеры, которые можно указать сюда? Я вам не могу, какие будут задания. Вот, ну, то, что вы как-то должны знать эту сферу и как-то привлекать ее в своих ответах, это будет, да, представлено. То есть задание какое у нас там? Это седьмое задание. То есть во всех заданиях седьмое задание будет именно вот связано вот, ну, либо с интернетом, либо вот с вашим каким-то, ну, проектом творческим, который можно было бы разместить в интернете. Хорошо, спасибо. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, можно, пожалуйста, задать такой вопрос? Давайте, хорошо. По поводу последнего задания, скажите, пожалуйста, по каким критериям оно будет оцениваться, которое сорокобальное? Так, сорокобальное задание будет оцениваться по таким критериям. Так, ну, примерно 20 баллов мы ставим за содержание, то есть насколько вы там полно изложили или поняли, или как. И дальше все остальное будет оцениваться так. Вот остальные 20 баллов – это композиция текста, это членимость вашего текста, то есть если вы пишете от начала до конца, не разделяя никакие там пробелы, ни на какие-то там параграфы, ни члените текст, это тоже будет учитываться. Ну и, конечно, каждая орфографическая и функциональная ошибка – это один балл снимается. То есть вот максимум… Все, спасибо. Да, то есть 20 содержаний и 20 вот все остальное. Там речевые ошибки, дальше стилистические ошибки, драматические, композиции сюда же относятся, и вот все остальное. Так, еще какие-то вопросы, пожалуйста. Ну, если вопросов больше нет никаких, то, конечно, я хочу, чтобы вы приняли обязательно участие в этом заключительном этапе Олимпиады по литературе и ответили как можно больше правильно на большее количество вопросов. Вот, и еще одно такое пожелание – пожалуйста, думайте о времени о своем, вот так, чтобы уложиться в 3 часа 55 минут. Но я думаю, что это даже много. Мне почему-то как-то в таком самоощущении 3 часа 55 минут много, но, может быть, это мне кажется, что легко, а вам это, может быть, окажется, что это не совсем легко. Вот, ну, неважно. Думайте о своем времени и, ну, вот, успехов вам! Хорошо, что вы принимаете участие в этой Олимпиаде, я рада, что вы как-то пробуете себя, даже неважно, там, будете вы призерами, не будете, важно, что вы преодолеваете какой-то вот этап такой, и вы себя как-то начинаете немножко оценивать по-другому. Вот, это даже, наверное, какая-то самооценка, самопознание, вот это, наверное, даже важнее тех результатов, которые вы получите. Ну, с моей точки зрения. Вот, ну, это я как оцениваю, но вам может быть, конечно, важно. Другое, ну, понятно, что призеры будут, такого не будет, никогда не было, чтобы человек хорошо написал, и вот как-то там все, все, конечно, вот, я не знаю, по-моему, работы, ну, я должна, точнее, по-моему, все работы второго этапа выкладывается в интернете, так что вы можете посмотреть свой ответ, оценка этого ответа, но это мне надо уточнить. Мне кажется, во всех ночах в прошлом году все это выкладывалось. Вот, так что вот в объективности не сомневаетесь. Как напишите, так вы и будете оценивать. Здравствуйте, а можно вопрос? Да, да. Будет ли сертификат о участии в заключительном этапе? Мне почему-то кажется, что сертификат всем дается, выдается. На первом этапе, я не знаю, выдавался или нет, но мне кажется, что, ну, уж на втором-то всем выдается сертификат. Мне кажется. Спасибо. Все, тогда, да? Если нет никаких вопросов, тогда мы с вами расстаемся. До свидания. Успехов вам. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...